Двигаюсь дальше. Про сбор контактов тоже был один из вопросов. Собственно, если у вас есть сайт, помните, вы должны всегда везде собирать контакты. На сайте, там, кнопка «Подпишись», выходит такая форма, которую вы настраиваете, вы собираете у людей нужные контакты. Другие какие-то источники, я не стал искать примеры, я думаю, что вы найдете сами или поучите это все достаточно легко. Можно делать опросы, можно делать тесты. На тестах очень многие организации хорошо работают, когда делают развлекательный тест. Говорят, мы пришли на тебе результат, дай нам свой e-mail. Есть такой ход. Опросы у нас, когда мы просто в социальной сети выпустили опросы учителей, чтобы вы хотели видеть, какие вы хотели видеть дополнительные уроки на эко-классе, к нам пришло сразу, разом, вот, называется, за два часа работы пришло несколько тысяч новых учителей, новых контактов, которые стали с нами работать. Если у вас есть какой-то свой контент, в котором вы пишете какие-то статьи, материалы, публикуйте их и к ним тоже пишите форму подписки или вставляйте ссылочку. Сейчас ты вот это вот почитал, если тебе интересно, подпишись, мы расскажем тебе, оказывается, следующий материал, мы пришлем тебе новую информацию. Форма регистрации, вещь немножко техническая, но их важно тоже использовать, и какое бы мероприятие, что бы ни проводили, вебинар, личная встреча, еще что-то, дополняйте и бумагу на форму регистрации, либо Google форму, где собираются контакты, либо используйте Тайпад. Тайпад очень удобный сервис, оказалось, потому что он не только позволяет собирать людей на мероприятия, мы, кстати, сегодня, по-моему, все на Тайпаде регистрируемся. То есть, нет, не все, но многие из нас регистрируются на Тайпаде и знают, что это удобно, потому что он еще и напомнит, что у тебя скоро мероприятие, и даст ссылочку, чтобы добавить его в календарь. И, естественно, все эти контакты остаются с нами, и никто из людей не будет против, если мы напишем им, например, на следующий день после мероприятия. Вы регистрирулись вчера на такое мероприятие. Вот материал из мероприятия, вот здесь ссылка, вы можете узнать больше. Оставайтесь в нашей рассылке, мы через месяц вам напишем, что еще у нас произошло интересно. И в большинстве случаев на это не будет негативной реакцией. Ну, а, собственно, те мероприятия, которые я упомянул, вебинары и регистрация. Очень хорошим инструментом для нас оказались вебинары. Поскольку мы работаем с аудиторией всей России и со всеми регионами, у нас нет времени с ними со всеми встретиться, мы увидели, что когда мы стали делать открытые вебинары и просто приглашать, мы расскажем про Экокласс. Вдруг стали приходить люди, стали приходить новые люди, они стали регистрироваться, часть у них стала оставаться с нами. То есть, если вам есть что рассказать или есть какой-то спикер, который вы можете привести, используйте и дополняйте эту форму регистрации. Соцсети — отдельная большая история. Соцсетями вы занимаетесь? Да, соцсетями. В общем-то, мы все занимаемся соцсетями, но все по-разному. Я говорю сейчас про соцсети в разрезе почтовых рассылок. Что делаем мы, какая практика нам кажется реальной и полезной? Выпуская новостное письмо, которое большое, которое стоит из наших блоков, мы их режем на кусочки, и периодически это становится плюс материалом для публикации в наших соцсетях. Вот этот кусочек информации мы просто дублируем, рассказываем. Вот идет такой-то флешмоб. Мы расскажем об этом в нашей ежемесячной рассылке. Подпишись, все та же ссылка. То есть, почта работает на соцсети, соцсети работают на почту. И в конечном счете, каждый из нашей аудитории выбирает, как удобнее с нами общаться. Существует форма Фейсбука. Если у вас есть страница Фейсбука, Фейсбук хороший, действующий инструмент, у Фейсбука есть встроенная в него форма подписки. Поищите, найдите в справках, там описано, как это включить, как это настроить. Сам я этот механизм нашел для себя вот только когда я готовился к этой встрече, поэтому лично я пока не тестировал, но я понимаю, что это то, что сделаю в ближайшие дни, и посмотрю, как это работает. Вы каркетируете, что вы будете работать в Фейсбуке или аудиторию? Или просто у вас открытое, кто заходит с теми, с теми, с теми, с теми, с теми? По соцсетям я, скажем так, занимаюсь не я, но знаю, как это происходит, как это работает. У нас есть соцсети, мы их ведем, у нас есть наши страницы, где мы публикуем наш контент. Плюс, в некоторых случаях, какую-то часть либо странички, либо какой-то даже там баннеры мы отправляем в рекламные аккаунты и трагитируем, уже там трагитируем, понимая, ища ту аудиторию, которая на вас откликнется. Но вот этот поиск и вот то, что касается отдельной работы с соцсетями, это точно возникнет вам в этой встрече. Это отдельная глубокая и серьезная работа по соцсетям, которой нужно, которой действительно стоит заниматься. Это хороший работающий механизм, но он, вот скажем так, немножко параллелен почтовым рассылкам. А не может ли он заниматься? Мы к этому придем, мы к этому придем чуть дальше. Был хороший вопрос про будущее, куда мы идем. Я немножечко на эту тему подумал и есть чем поделиться. Ютуб. Даже если у вас есть ролики и есть какой-то Ютуб-канал, на котором кто-то есть, в нем можно встроить форму подписки, в нем можно встроить, чтобы он показал ссылку, нажимаем его. И человек придет к вам, посмотрит конфликт, либо в нашей соцсети, либо придет в страницу подписки. Так или иначе он тоже узнает о том, что с нами можно общаться, читать письма и соцсети и оставаться с нами. Еще сейчас развивающаяся технология, она долго в России стояла на месте. QR-коды, это вот такие вот решетки-решетки-решетки-решетки-клеточки, на которые мы наводим телефон. И уже сейчас, наконец-то, все телефоны научились, когда не встроенной камерой человек наводит, ему на экране всплывается ссылка «Переходи сюда». Это часть ответа на то, как собирать контакты людей и как брать контакты людей на мероприятиях. То есть, когда вот здесь на столбах еще появляются QR-коды теплицы и вот здесь вы подпишите на нашу рассылку, навел телефон, сфоткал, и ты подписался на нашу рассылку. Это инструмент, который начинает сейчас работать, и он достаточно удобный. Был вопрос про визитки. Кто-то рассказывал, что накопили огромное количество визиток, которые не в состоянии обработать. Я эту штуку исследовал все время. Для визиток есть программа «Бивай бизнес-карт-ридер». Она ставится на телефон. Можно сфоткать визитку и получить, она имеет ростунного текста, и получить e-mail, и имя, фамилию человека практически без запечаток. Там очень-очень маленькая погрешность происходит. То есть, большой этот километр визиток можно просто отфоткать, программа сама их распознает, и вывести это уже в табличку. Как не попасть в спам? Правило первое – не будьте спамерны. Даже если вы знаете, что вы про добро, и вы знаете, что вы молодец, и этому человеку точно нужно у вас услышать, все-таки оцените это критически, а готов к этому, и будет ли ему это полезно. Цифровые подписи, это я уже упоминал, это такой базовый фундамент безопасности. В подвале письма, почему вы получили это письмо, и кто мы, почему мы вам пишем. Приветствую при добавлении в рассылку, собрали контакты, добавили, написали. Мы собрали ваши контакты, хотим рассказывать о том, то оставайтесь с нами. И очень много людей использует Gmail, у него есть, если вы используете, знаете, у него есть несортированные соцсети, промакции. И очень многие рассылки, они либо сразу, либо постепенно начинают идти в промакции, просто потому что они отправляются через те сервисы, которые обычно используются для маркетинговых промакций. Если вы попросите человека, да, вот ему, сейчас попробую вывести снова, чтобы замелькало, вот эта гип-анимашка, вы можете просто попросить человека, вставив вот такую вот анимацию, чтобы он письмо мышкой схватил и перетащил несортированно. И тогда следующие письма у него будут идти уже, попадать сразу, вот как входящие письма. И у остальных подписчиков постепенно тоже, как бы, переучиваются постепенно почтовый серверат, если у нас, скажем, 10 тысяч подписчиков, 2 тысячи, сказали, что это не промо-акция, а это обычное письмо, то следующие уже с большей вероятностью попадут все руку не в промо-акции. Про аналитику, про то, что дальше с этим всем делать. То есть мы сделали все красиво, отправили, построили вот эти точки старта, точки входа с аудиторией. Дальше начинается самое интересное. Мы начинаем смотреть, что у нас происходит и кто вообще как на нас реагирует. У каждого сервиса есть свои устроенные инструменты для анализа, они по-разному строят свои картинки, они вот, собственно, вот этим всем помогают играться. Это вот просто картинка, которая мне первая попалась в моем MailChimp, которая показывает, как там открывали, читали, открывали и кликали, на какое из писем. Я когда мышки навожу, он показывает, какое из писем. То есть это позволяет сравнить все, посмотреть, где успешно, на компании, где не успешно. Какое это программное дело? Это сделано в MailChimp, в том, в котором я работаю, да, собственно, но из другого я, примерно, не готов приводить. Уделите этому внимание сразу же. То есть, когда вы будете планировать рассылку, посмотрите, что есть в той системе, когда вы будете тестировать систему, посмотрите, какие инструменты есть в ней по анализам и решают ли они ваши задачи или нужно посмотреть что-то еще. Принципиально важно, когда мы собираем разные аудитории из разных каналов, из разных источников, а у нас их, как вы помните, у нас только крупнейших каналов, много, при этом мы хотим, чтобы люди у нас участвовали во всех и переходили снова на другой. Очень быстро и даже с небольшим количеством подписчиков вы останетесь ни с чем, если вы не начнете заниматься сегментацией. Если вы начнете выделять, кто ко мне пришел, почему он пришел, какая тема ему интересна. И вот для них уже стоит делать отдельные письма. Ко мне человек пришел с мероприятия, значит, в следующем письме на эту группу людей я сначала помещу наше следующее мероприятие, а потом скажу, а еще вы можете поучаствовать здесь. Для него полезен следующий анонс, он получает дополнительную информацию. Для того человека, который пришел ко мне с мероприятия, денег нам дал. Мы ему говорим спасибо, твои деньги пошли вот на это добро, а еще мы проводим такие мероприятия для тебя бесплатно, и еще мы рассказываем в соцсетях и делаем клевые ролики на YouTube. И вот без как раз сегментации, без понимания, откуда к вам человек пришел и что его интересует, вы не сможете вести полезное для человека дело с ним. У нас, собственно, так получилось, что постепенно эти группы все добавлялись, они все добавлялись и добавлялись, и это только, наверное, четверть всех наших выделенных аудиторий, для каждого из которых мы чуть-чуть по-разному пишем, чуть-чуть по-разному обращаемся, чуть-чуть где-то иначе. А где-то мы понимаем, что можно отправить сразу всем, или наоборот, мы знаем, что мы пишем и этим людям, условно говоря, и этим людям, и учитываем, что мы пишем и тем, и тем. Это пример таблицы, как я вывел аналитику для коллег. То есть оказалось следующее, я работал год больше, я стал понимать наконец-то и работать хорошо с той аналитикой, которую мне выдает мой молчим, но она выдает на английском, я его понимаю, я вижу хорошо по каждому письму, что произошло, но не видят коллеги, поэтому я его так и разработал. Кстати, это живая таблица, и может быть кому-то у вас будет полезно, если выйдет на связь, просто данную ссылку как на шаблон. Я построил на Google документах. То есть я сначала выкидываю все в Excel, оставляю нужные цифры, потом перевожу в Google, и он меня определенным образом раскрашивает, так, чтобы моим, скажем так, внутренним заказчикам, тем, кто представляет разные проекты, было вообще понятно, и они могли сравнить, насколько хорошо, собственно, прошло то или то письмо, или где-то стоит это отправить, или где-то стоит больше так не делать. Потому что если, собственно, вы не один человек, который и все пишет, и все отправляет, у вас будет тот, кто скажет, я хочу им сказать это. А в какой момент вы начинаете видеть цифры, говорите так, говорить не делай, надо говорить вот так. И вот без того, чтобы выводить это в цифры, это будет неконструктивный диалог. Слушаю вопрос, говорится. Да, а как вы перейти в эту Google-таблицу, я просто не знаю, что это такое. Вот у тебя есть таблица в Excel, да? Как это перевести в Google-таблицу? Для начала просто поменьте себе Google-документы, они отличаются от Excel только тем, что они находятся не на компьютере, а в интернете. И переслав ссылку, и открыв доступ к кому-то, вы показываете ему эту таблицу. Плюс вы можете одновременно с ним работать, и вы говорите, нам с тобой вдвоем нужно запомнить эту таблицу. Вот эти данные в нашу я, вот эти данные в новосток. То есть надо загрузить эту таблицу в Google-документы? Да, да, да. Заводится аккаунт Google, заводится аккаунт Google-документов, это все бесплатно, и я испытываю заблуждение, что все, кто пришли к нам на меркете Теплицы, все уже знают и про Google-таблицы, про которые Теплиц всегда рассказывает, и про WordPress. Спасибо за вопрос. Просто почитайте, посмотрите, все очень просто описано, и это классный инструмент для совместной работы. Петр, скажи, а это у тебя вся таблица, или там еще есть колонки? Это не вся, вот где-то здесь, а, я убрал, где-то здесь угодно скролл, но это только за один месяц, только вот за кусочек, то есть это же, естественно, не весь километр, всего, что мы делаем. Мне просто интересно, что вы собираете, какие столбцы? А, смотри, да, кому писали, аудит, сегмент выбранный, что отправляли, дальше я развил таблицу, что отправляли, что мы имели в виду, и как выглядел заголовок у человека. Дата, сколько процентов людей открыло из всех получателей, сколько это в абсолютном числе, что тоже важно для каждого проекта, потому что мы говорим там, а вот твоя рассылка суперская, у нее там 60% открытия. Сколько человек это ко мне привело? Шесть. И здесь, кстати, очень хорошо видно, что чем где-то у нас... А, здесь... Слушайте, вот здесь у меня как раз, да, выпала вот эта интересная колонка, видимо, она не влезла, когда я сюда вставлял. Здесь, кроме числа открывших, есть еще суперная колонка, к какому количеству людей мы отправляли. Естественно, ну, просто привели вопросы, без него очень сложно понять, измерить качество рассылки. Вот. Ну, знаете, это вот шутка, которую я слышала, мне очень понравилась. Как получить 100% открытие письма? Напиши одно письмо маме. Остальные люди всегда будут больше, меньше, чем больше у вас будет людей, тем больше будет иногда говорить, что это спам. Кто-то просто не глядит, говорит, что это спам. У кого-то ребенок в этот момент был за компьютером, все-то все просто, ну, нормально, обычная история. Вот. И идеально письма в 100% просто бывает. Ваши вопросы, но не те, которые у вас есть выше уже возникают, а сначала те, которые вы присылали. Статистика эффективности в зависимости от возраста целевой аудитории. Да, она какая-то точно есть. Что увидели мы? Мы увидели просто большую разницу, то, что наши школьники не читают песни, они не знают про существование электронной почты, не знают, они находятся в соцсетях. Учителя наоборот. Учителя, скажем, там 60% предпочтают электронную почту, 40% им будет удобнее что-то видеть в соцсетях. То есть это просто про, понимание того, что это не единственный канал общения. Есть разные каналы, и очень важно, если вы один из этих каналов начинаете использовать, как, например, вот электронная почта, про которую мы сейчас рассказываем, сразу строите взаимодействие с людьми каналами. То есть в письме в конце ссылочка на соцсеть. В соцсетях где-то ссылочка на письмо. Пусть люди выбирают, как им удобнее с вами общаться. Обратите внимание на то, сколько времени вы уделяете электронной почте, сколько времени вы уделяете социальным сетям, чат, и что для вас удобнее. Общая вот эта информационная такая эволюция показывает, что, ну, во-первых, мы всегда будем действовать так, как нам удобно. И хоть бы какое суперкрасивое не было письмо, если я не люблю читать письма, я его не буду читать. Но если то же самое вы мне подадите от чат-бота в виде кусочков, наверное, в соцсетях или в этот счет, то я буду ваш, и мне это будет интересно. То есть, во-первых, будущее с адаптивностью, когда мы позволим нашим клиентам выбирать удобный канал общения с нами. А второе, то, во что я абсолютно убежден, то, что все технологии, которые сейчас очень сильно взрываются, и у нас, например, такие, как мы, поспешные СММщики, у которых, значит, вот в этом месяце мы все делаем только так, и вот это вот сейчас рулит. Вот сейчас мы начинаем всем, значит, и там, рассылать спамерские сообщения в ВКонтакте, и вдруг люди начинают. А теперь мы все побежали в Инстаграм, а теперь мы все побежали куда-то еще. То есть, действительно, есть вот эти вот такие тренды, которые очень быстро приходят, очень быстро уходят, но истина все-таки в том, чтобы объединять все эти каналы, постепенно их методично осваивать, и понимать, что вот вы сейчас вот этот канал проработали, у вас появилась энергия и готовность заняться вот этим каналом, и вы знаете, как их соединить. Вот именно за этим будущее. Лично я в этом убежден. Вы работаете в Телеграм, в Инстаграм, там и так далее? Пока не работаем, пока не работаем, учимся. То есть там же группы тоже можно... Да, там есть группы, это тоже то, что касается, больше, наверное, это то, что касается большого еще блока по работе с соцсетями, и такой теме нужно отдельной встрече посвящать и с кем-то более опытным, чем я. То есть вот в этой истории... На тебе, в случае, надо и телефон собирать, да? Чтобы общаться в этих сетях, не обязательно номер телефона. Протестирование заголовков уже говорили, на этот вопрос отвечал. Сбор, сегментация базы всем ли необходимо? Да, нужно, да, необходимо всем, и без этого вы быстро сами перестанете понимать, что вы делаете, с кем вы общаетесь. Вот это мне очень понравилось, я прям в отдельный кейс выделил, но вы сами видите, насколько эта информация структурирована, поэтому я по, собственно, свойствам и привычкам просто разбил ее на кусочки, где хоть можно какой-либо отдельный смысл выделить. Попробуем с вами вот этот кейс посмотреть, может быть, вы даже что-то подскажете. Значит, у организации каждый день проходит много разных событий. Не налажен сбор и обработка данных. Есть вопрос непонимания, как получать согласие на обработку данных и нужно ли его получать. Как зазывать на другие мероприятия, как построить общую структуру. Вот это при визитке как раз где там, как я понял, где-то вот у них стоит, у рецепт, что вот эта коробка визиток, уже такой черный подвал, куда, ну, вынуждены просто администраторы складывать, потому что, когда они встречают 200 людей, они не могут сразу их занести. Про сегментации немножко поговорили. Инструменты ненавязчивого сбора данных. Мне очень понравилось это слово, инструменты ненавязчивого сбора данных. Там еще. Попробуем по порядку. Но, когда событие происходит, не нужно готовиться. Если вы заранее делаете форму регистрации на это событие, это уже вам облегчит жизнь. И чем больше вы будете готовы этот инструмент использовать, тем больше люди, которые будут к вам приходить и будут удобно это использовать. сбор, обработка данных. Если человек приходит к вам через форму подписки, он сразу попадает в рассылку и вы сразу видите, откуда он пришел. Если вы собрали данные как-то иначе, то привнось их в рассылку, помечайте себе, откуда мы его взяли и сразу определяете категорию. То есть, у кого-то направление деятельности может быть только одно. И мы говорим только об этом. Но даже внутри вот такой, казалось бы, одного письма на всех, все равно стоит выделять, например, человек пришел к нам отсюда или пришел отсюда, значит мы сначала повесим мероприятие, потом текст, или наоборот сначала текст, потом мероприятие. То есть, ищите, как сегментировать. Если вы, планируя рассылку, смогли, у вас 100 получателей, но они все разные, если вы смогли понять, какие-то две основных из них группы выделить, то суммарно ваше письмо прочитают и покликают намного больше людей, чем если вы отправите одно всех. Чем меньше группа, тем выше эффективность. Чем более точно вы поняли, пидали по ним человеку, что мы знаем, кто ты, мы знаем, что ты хочешь, мы делаем тебе хорошо, тем больше он остается с вами. Про согласие на обработку данных. Вот этот вопрос, который у нас как очередная волна пошла такого, скажу так, накошмаривания всех НКО или организаций про персональные данные и в очередной раз нас всех хотят расстреливать. В первую очередь вы должны прояснить, что персональные данные и сбор контактов для почтовой рассылки это разные вещи. Персональные данные это те данные, используя которые, если кто-то флешком идет за этими данными, он сможет использовать эти данные и найти физического человека в этом мире. То есть там должно быть фамилия, имя, отчество, город, адрес, что-то еще, вот именно вот это сочетание разных данных, оно как раз и делает, они станут персональными тогда, когда можно найти живого физического человека в этом мире, прийти к нему и поговорить с ним лично. Вот тогда это персональные данные. А когда человек подписывает с вами на рассылку или если вы собрали контакты и написали, сказали, здравствуйте, мы взяли ваш контакт, мы хотим с вами общаться, то в большинстве случаев все будет хорошо. И уж точно вы не будете неправы с точки зрения закона. Весь кейс, наверное, мы разбирать не будем, но мне кажется, что у вас уже формируется понимание, как начинать здороваться с людьми, а потом приглашать на другие мероприятия, собрав контакты и просто приглашать и смотреть, кто отключился. Про структуру общей базы данных. Наверное, базовый совет, в первую очередь, она должна быть общей. Если это разный документ, если это где-то находится в разном месте, то у вас будут дублирующиеся записи и вы сами начнете теряться. Вот эти мы отправляли, а вот эти кто? Я не знаю. А их там так много, что я не могу понять, кому из них мы записали. Поэтому, если у вас выглядит в виде таблицы, где вот тут идут e-mail, тут идут, как к ним обратиться, а дальше, например, начинаете отмечать, что мы отправляли и сделал человек то, что вы отписали или не сделал, или отписался, то вот введя как раз такую единую базу клиентов, им будет с вами комфортно общаться. Иначе вы же будете отсылать одно письмо человеку про одно, тут же ему прилетело второе, потом прилетело третье, просто потому, что у вас нет с дублей, у вас там тракт. Это скорее всего приедет к отписке. Да? Ну, вообще, профессионалы получил при юнисанты позволяют отследить дубли, то есть они проверяют на совпадение. То есть, если человек в вашем подписался, он не знал об этом, вот, перед субсис, можно проверить, сколько он. И там же структура плюс данные, сразу собирается рассылка, все, кто отписался, они были на отдельную структуру, и можно не просто просить, почему он будет писать, что он не является. да, спасибо за дополнение. Да, MailChimp является такой базой, любая другая система рассылки является такой базой, но на моем опыте, для меня, они все-таки не заменяют дублирование этого списка контактов и отдельного отслеживания, что написали, кому, какие произошли действия. Мне так оказалось легче работать. Второй момент, тут уже немножко в детали пойдем, но я обнаружу, что тот же MailChimp, к нему можно завести несколько листов рассылки, и в них могут быть разные и дублирующиеся e-mail, и все равно у вас не будет, если вы не ставите отдельно прозрачно, то есть вы завели два листа рассылки, и вы пишете человеку вот по этому проекту, пишете вот по этому проекту, по этому проекту. Если вы не знаете, что у вас там есть дубли, то вы вряд ли сможете эффективно построить календарь, что по этому проекту мы напишем в понедельник, а по этому проекту мы напишем в среду или в четверг, чтобы один и тот же получающий, не получал, от нас пачка, и сразу все. То есть вы вот эти вот системы дугли делаете в отдельной Google-таблице? Для себя? У меня это скорее больше Excel и выгрузки. Мне просто привычен Excel, и я в нем строю довольно сложные сводные отчеты, то есть это вот уже как раз моя такая личная аналитика идет, и поиск, и исследование данных. То есть MailChimp, он их позволяет эффективно собирать. Кому мы написали, что человек сделал, какие общие получились цифры. Но сделать из этого правильные выводы, лично мне без Excel сложно. Поэтому я все это запираю в Excel, я начинаю смотреть, искать какие-то там связи. Ну вот это называется словом Data Mining, это, наверное, отдельная лекция про то, как взять выгрузку участников 10 тысяч учителей какого-то проекта, и просто отслеживая, пытаясь найти какие-то зависимости между тем, что они нажимали и что они делали, понять, что с ними произошло, и где им стало хорошо, где им стало плохо, но никакая система этого не заменит. Лично мне для этого Excel удобнее, как инструмент аналитика. Здесь это уже такая вот, наверное, уже про следующие какие-то встречи, про более глубокую работу с аналитикой, до которой, как я понимаю, вот, наверное, большинству здесь еще нужно дойти и просто набрать этот опыт общения. Ну, наверное, на этом я хочу завершить презентацию, чувствую, что уже немножечко она подзатягивается, и поговорить все-таки с вами, услышать ваши вопросы, и те, которые остались неотличными. Особенно, если вот вы в начале встречи их озвучили, и я не смог сейчас на него ответить. Спасибо.